Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 399. События дня. Евреям 9.27. Человекам положено однажды умереть, а потом суды. За 14 января 2017 года от Рождества Христова. Мы ролик вчера составили. Называется «Наши миссионерские поездки от океана до океана». Правила, команда, совместимость. И вот это взято как эпиграф. Прочитай. 1 Коринфянам 12.8. Одному дается духом слово мудрости, другому слово знания тем же духом. Еремея 8.9. Пострамились мудрецы, смутились и запутались в сеть. Вот, они отвергли слово Господне. В чем же мудрость их? 1 Коринфянам 2.4. И слово мое, и проповедь моя, не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы. 1 Коринфянам 3.16. Слово Христово даст, веселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословием и духовными песнями. Во благодати воспеваю в сердцах вашу Господу. Серахов 1.5. Источник премудрости слова Бога Всевышнего. Исшествие ее вечной заповеди. То есть мы попеременно считали слово Божие, это все даже заснято. Это взято как эпигр в действие, какое было. То есть везде нужно применять разум. Вот я спрашиваю, мы едем в автобусе зимой, или в трамвае, высокие сидения, сидения холодные. Стоят люди, ехать долго. Вот я посчитал здесь, это около 30 остановок в одном направлении идет, даже больше. В другом идет он до около 50 остановок трамвайных. В одном направлении, 7 маршрут идет. Такая температура под 40 градусов. Что лучше, сесть или стоять, чтобы меньше потерять тепло? Ну стоять, конечно, а то холодное сидение. А очень просто. Температура одинаковая, которая на сидении 40 градусов, и которая ты стоишь, касается твоей одежды. Если ты сел и прислонился, у тебя через пальто начинает нагреваться. Уже температура другая. Там доходит до того, что она будет положительной, даже с плюсом, если далеко ехать-то. Выгоднее сесть, плотно прижаться. Нога к ноге, нога ногу греет. Вот в перчатке, когда отдельно пальцы, или в рукавице, когда все пальцы вместе, когда лучше, чтобы не замерзнуть. То есть это все надо учитывать. Я заходил к отделенным баптистам раньше и слышал, как они говорили, вот это сзади разрезы, зашейте. Как ты будешь ложиться там, где придется, на шконке, на своей, на железной, то у тебя распахнется, ты простудишься. Я пришел домой, я ни одного дня в тюрьме еще не был, и сразу зашил на всех костюмах. Я не стал проверять. И когда пришел в тюрьму, еще раз поблагодарил Бога, что Бог дал мне смиренно послушать это. И везде ты понимаешь, как лучше, почему это выгоднее будет, как самое дешевое пропитание сделать. Что можно положить? Мы дорогой набирали какие-то ранетки, растут, набирали, варили их, опять это бесплатно. То есть где только можно. Рыбу мы не могли ловить. Подходили, которые рыбачат прямо из моря. Там, конечно, можно было купить дешевле. То есть везде, чтобы был разум, как поступать, тем более ехали с собакой. Вот все это мы применили, и увидели, это нам сильно помогло. Как меньше всего затратить, как быстро разжигать, как готовить, как уйти, чтобы за нами ничего не осталось, даже заметно где-то. И вот назвали это поездкой от океана до океана. Мне пишет один. Игнатий Тихонович, поздравляем со Старым Новым Годом и прошедшим Рождеством Христовым. Желаю вам здоровья и дальнейшей плодотворной работы во славу Божью. Поздравления и поклон всем членам общин. Скайп будет через неделю Михаилу Тимофею Батугину. Вот так, это Тимоша, до которого покушение было от матери, они разбеденные, но его отцу отдали, ребенка. Рукоположение епископом вчера в Хаперске. Игнатий Тихонович, доброе время суток. Сейчас слушал вас о том, что истинная церковь только там, где есть рукоположение от епископа. Не могу теперь не задать вам... Нет епископа, который непрерывно рукоположение идет от апостольских времен. Не могу теперь не задать вам такой вопрос. Хотя и знаю, что могу не получить ответ. Если завтра какой-либо епископ или группа епископов создадут свои приходы и свое учение, похожее, допустим, на учение баптистов или кальвинистов, и начнут рукополагать эти епископы своих адептов, то значит ли это, что их церковь является истинной? Ну давайте остановимся. То есть предполагает, он предполагает. Ну допустим, несколько епископов или приняли мусульманство, или буддизм. Но они сразу делаются еретиками. Галатом 1 глава 8-9 стих. Но что удивительно, за 2000 лет, под которые отошли до Фана, Верона и Каря, это динаминация конфессии, то есть ереси, еретики, это их последователи, ни один епископ не перешел. Ну а были же, а как Арий, Арий только был священник. А на истории патриарх церковь придала проклятие, и все, его нету. А рукоположения недействительными. И все кончилось. То есть Господь хранит в данном направлении церковь. Дальше. Если же для причисления церкви к истине важно не только рукоположение от епископа, но и верное учение, то как объяснить, что есть пять истинных церквей, у которых учения друг от друга отличаются? Чем отличаются? Конкретно. Все признают Святую Троицу. А ведь шесть столетий, именно шесть вселенских соборов шли об утверждении учения Троицы. А что не так где-то, не так оно может быть. То есть не в этом. Главное, это символ веры одинаковый. А теперь католики добавили там филиоквы от Отца и Сына, исходящий Дух Святой. Это не противоречит Священному Писанию. Разделение здесь было несправедливым. И что сегодня с католиками, если по этому вопросу рассуждения идут, то никакой беды в этом нет, если рассуждают. А если православные примут? Не примут, в первую очередь. Да в этом и нужды никакой нет. Писание признает и от Отца, и от Отца и Сына. Примут пять истинных церквей. Какие именно? Я называю. Не может же быть, чтобы было пять отличающихся друг от друга учений, и при этом все эти пять учений были одинаково верными. Спасибо. Да, это церковь. Если у них нет рукоположения, разговаривать вообще ни о чем они, вне церкви. Никак. То есть это самочинное сборище составилось. А эти возьмите, допустим, Григорияна Армянская. Четвертого века от Григория Армянского. Он святой, признанный святой. Мы говорим, а вы вот там дохалкидонские не принимаете беседу? Они говорят, нет, мы все понимаем так, как православные. Надо на деле узнать. А что там не так? Какие-то другие по мелочи вопросы. Их можно разрешать. Или допускать многообразие. В главном единстве. Единство в главном чего? В признании Христа истинным спасителем и Богом. Истинная церковь. От апостольских времен в рукоположении глава и церковь. Тогда цельная идет. А во второстепенном свобода. Свобода. Вот допустим, у католиков у них все... У нас посты больше половины в году. Постная пища. А у католиков один день. Как? По Писанию надо посмотреть. 69-е апостольское правило, что было нерушимое. А они не так понимают. Мы должны сказать, но не более того. Они так считают. А какой результат? Мы видим, какой результат. Что там делается? Чем строже, чем серьезнее относимся мы к спасению, тем больше шансов принять всю истину. А вот фарисеи и садукеи. Садукеи отбрасывали. Это сектанты. А фарисеи там, лишнего не прикасаясь. Было, если на базаре обязательно руки, сторжича приходящий должен вымыть. Из фарисеев были величайшие апостолы, как Павел. А из садукеев никого не было. То есть от сектантов ничего нет. И они вышли полностью, делились от церкви. А как вы говорите? А так, чтобы сейчас это поняли. Баптисты. Это первое, которое... Я о других и не говорю. Баптисты сохранили и веру в душу, и вечное мучение. То есть они первые, которые отошли от православных. И вот с ними разговаривают. Если бы они в разум истинный пришли и сказали бы, да, мы не церковь. Это так легко понять. Питер Гилквис это понял. Возвращение домой. Почему было им не понять? И они сказали бы, пришли к православным, к патриарху, там или к католикам. И сказали, мы поняли это, и нам нужно, чтобы была настоящая священца. Как быть? Сказали бы, есть условия, которые непременно должно у вас быть бритых, чтобы не было. Поставьте за правило. Женщины были в платках молились. Вот это внешне. Они не согласны. Не согласны? Вот, говорят, Бог, а вот порог. До свидания. Если они желали спасения, они бы приняли. Они увидели, что требования это евангельские, библейские. Ну и далее. Вы принимаете? Не кео-стареградский символ веры. Да. Изберите и среди себя тех, которые самые доверенные. Ну, хотя бы человека три. И теперь мы договоримся. Давайте составим договор, что если вы будете что-то прибавлять где-то, чтобы по согласию было, все-таки вы дочернее наше предприятие. Я грубо так говорю, мирским языком. А если не так, уклонится верить. Анафема ничего нету. Как патриарх не истории. Можно было? Да, можно. Они бы сказали, ну у нас поста нету. Сказали бы, да. Пусть у вас и не будет, но 69-е апостольское правило, примите. Это 4-е, 10-е, со среда и пятница. Это так хорошо. Усмиряй плоть мою. Не буду есть мясо, пить вина. То есть, усмиряйте себя. Можно было. У них есть хорошие проповедники. И могло это сдвинуться. И они были бы настоящей церковью. Перед самой революцией уже оставались буквально моменты какие-то. Что с англиканской церковью русская православная могла объединиться. Они доказали, что в них есть рукоположение. Так там многое не так. Это второстепенное. Во всем любовь. Хотя и приписывает это блаженному Афгустину, но уже Тартулян говорил это. В главном единстве, второстепенном свободе, во всем любовь. И далее. Он говорит, не может быть. Может быть. А почему? Да это состояние церкви. Считай откровения. Семи церквам. Семь светильников. Может быть. Ну и показать, какие у нас есть ресурсы. То есть вот это наш форум. И вот лишнее сообщение. Видно, нет там красное. Показать. Вот я его нажимаю. Вот здесь он идет. Вот это то, которое сейчас брали. Вот оно здесь. Вот отсюда я скопировал, туда перенес. Я вам отвечаю. В наших событиях дня за 14-е. Сегодня 15-е. Да. За 14-е. Вот только здесь вот обновлюсь. И сейчас красное исчезнет. То есть оно уже проверено. Что здесь идет? Вольф или какой-то. Непонятно кто. Нападают роботы. Второй день окруженный роботами. О чем здесь? Это гимн. Во свете Библии переделать хотят. Кто тут автор сделал. Я на это не иду. Я очень и очень трудно двигаюсь. Мысли о курении Серафима Саровского тут идут. Но это большое. Просто зайдите на наш форум. А Владимир Мочалин пишет наш. Мост умрет. Душа останется. Эпигры взяты такой им. Вот это новое сообщение. Опять на первую возвращаемся. Куда она не останется? Вот. У нас большие ресурсы. Это в моем мире. В моем мире. Вот оно. А вот вверху это мой адрес. Телефон. Не телефон, а, как сказать, почта. Ру. Сюда все переносится. Я одно время здесь ошибку сделал. Фотографии поставил. Оказывается, аппарат снимает. Один раз нажмешь, а там выходит восемь кадриков. И за два дня я две с половиной тысячи фотографий, которые копируют. Они разницы все, но маленько как бы другая. Ну, более-менее похожая. Я убрал из них. Две с половиной тысячи фотографий убрал. Осталось 17 тысяч девятьсот. Ну и видео у нас тут тоже есть. И вот наш православный видеоканал. Вот сегодня мы поставили. Вот вчера говорил я об этом. Наши миссионерские поездки уже кое-кто посмотрел. Вот. Которые события дня вчера были. Немного. А за ночь уже 455. Для нас это цифры тех, которые нужны. И теперь посмотреть. Самый большой ресурс. Православный библейский сайт во свете Библии. Мы сейчас рассматриваем жития. Вот сейчас жития. И вот у нас осталось немножко добрать. Посмотреть контурный S. Я сейчас зайду в борт. Чтобы щит можно было следить глазами. И увеличиваю размер шри. Так, вот так. Считаем. Вопрос 3261. Восемнадцатый том открытым оком. Читай жития святых. И там говорится об юродивых. Разве Господь желал, чтобы мы выглядели как дураки? Прище Соломона и Сирах наоборот призывают к мудрости. Можете что-то недопоняла? Понятно. Мне задавали вопросы в разных университетах. Я его в школах, техникумах, на радио. И часть вопросов сохранилась. Речь идет о тысячах. Ответ. Если будете доверять Библии и Духу Святому, который дал людям в слове своем программу нашего поведения, то вы не будете понимать то, что видите в церкви ныне, а будете понимать то, что Господь желает сделать для вас понятным. Юродивые, кавычки открыты. Разряд святых подвижников, избравших особый подвиг – юродство, то есть облик безумия, принимаемый ради поругания миру. Радикального отвержения ценности мирской жизни и служения Христу через свидетельствование о внеположности Христова, пути мирской мудрости и мирскому величию. Юродство, как путь святости, реализует то противоположение мудрости века сего и веры во Христа, которую утверждает апостол Павел. «Никто не большая самого себя, если кто из вас думает быть мудры веки семь, тот путь безумным, что быть мудрым, ибо мудрость мира и всего есть безумие пред Богом, как написано, уловляет мудрых в лукавстве их». 1 Коринфянам 3 глава 18-19 стихи. Сравнить. «Мы безумные Христа ради» 1 Коринфянам 4.10. Ее родство, как особый род Аскезы, возникает в среде восточного монашества около V века. Палладий в Лавсаике рассказывает о монахине в одном из египетских монастырей, которая делала вид, что она безумна и одержима бесами. Жила обособленно, выполняла всю грязную работу, но позднее обнаруживается ее святость. И Палладий указывает, что она воплотила в жизнь те слова из послания к Оринфянам, которые цитировались выше. Евгарий умер в 600 году. Евагрий. Евагрий. Рассказывает в своей церковной истории о травоядцах, аскетах, которые питались травами и растениями. Эти аскеты вернулись из пустыни в мир. Но в миру продолжали аскетический подвиг. Ходили в одних набедренных повязках, постились и притворялись безумными. Их поведение было исполнено соблазном. То есть они после дошло до того, что матерились и что угодно делали. И это демонстрировало то совершенное бесстрастие, неподверженность в соблазном, которых они достигли своим аскетическим подвигом. Это я беру, кто-то объясняет, там Александр, Мень, другие. Это не мое объяснение. Из этой среды, согласно житию, написанному Леонтием Неаполитанским в середине VII века, выходит Симеон юродивый из Эмессы в Сирии, который, прикрываясь безумием, обличал грешников, творил чудеса. После его кончины жители Эмессы убеждаются в его святости. Таким образом, юродство, как определенный путь святости, складывается к VI-VII веку. Юродство предполагает внешнее безумие, бесноватость, как крайнее средство унизничтожения гордыни, способность к прорицанию, осуществляемому под видом безумия и лишь постепенно постигаемому людьми. Смиренное приятие поношений и побоев, как следование Христу, обличение грешников и способность видеть бесов, их окружающих, ночные тайны, емолитвы и демонстративное неблагочестие днем и так далее. Юродство, как тип поведения, использует, видимо, ту модель, которая была задана бесноватыми, жившими у мощей святых. Такой бесноватый. Теперь, если кто показывает себя бесноватым, с ним обращайтесь, как с бесноватым. Дальше было уже принято не прищищать их и все остальные последствия. Дальше уже церковь не знала, что с ними делать. Это каноны уже на них пошли. Почему царя Ивана Грозного нельзя было обличить? Только юродий вы мог ему говорить. Вот, наешь мясо. Сейчас пост нельзя есть. А человечеству можно есть, по 500 человек казнишь в Новгороде. И скорее нырнул, и старь задумался. А так бы он 500 человек сразу казнил. Еще здесь, на площади. А это юродивый. И они юродивые на одной стороне Волхова живут, и другой. И ругались ужасно друг на друга. И мало того, по воде бежал один к другому. Все видели, что по воде. Да демон может сказать, ты по воздуху летать будешь. Люди не понимали этого. Дальше. В 5-6 веках около церквей, построенных на могилах святых, мартириумы, образуются общины бесноватых, которые периодически подвергаются экзорцизму. А в остальное время живут при церкви, выполняя различные работы в церковном хозяйстве. Бесноватые участвуют в церковных процессиях, и могут выкриками и жестами обличать власть имущих в грехах и неблагочестии. Их обличения воспринимаются как вещи слова, исходящие от обитающего в них беса. Убеждение в том, что обитающие бесноватых демоны могут открывать истины, скрытые от людей, основано на евангельских примерах бесов, исповедующих Сына Божия. Матфей 8,29. Марка 5,7. Вместе с тем, в житиях юродивых часто повторяется мотив восприятия их как одержимых бесами, а их пророчеств и обличений как исходящих от демонов. В житии Симеона Эмесского, в житии Андрея Юродивого, Цареградского и т.д. Подвиг юродства не получает значительного распространения в Византии, или во всяком случае, лишь в редких случаях удостаивается признание в форме санкционированного церковью почитания. Как Серафим Саровский говорил, что среди которых показывают бесноватых только один юродивый, а остальные действительно бесноватые. Ряд святых прибегают к юродству лишь в течение определенного времени, посвящая, однако, большую часть своей жизни аскезе другого типа. Период юродства отмечается, например, в житиях преподобного Василия Нового, X век, преподобного Симеона Студита, учителя Симеона Нового Богослова, святителя Леонтия, патриарха Иерусалимского, умер в 1175 году, и других. В византийских источниках, однако, содержатся многочисленные рассказы о божьих людях, принимавших облик безумцев, ходивших на гиме, носивших вериги и пользовавшихся исключительным почитанием византийцам. Иоанн Цеце в 12 веке говорит, например, в своих письмах о знатных константинопольских дамах, которые в своих домашних церквях вешают не иконы, а вериги еродивых, заполнивших столицу и почитаемых более чем апостолы и мученики. Вот дожили наконец-то! Иоанн Цеце пишет, однако, о них с осуждением, равно как и некоторые другие поздневизантийские авторы. Такого рода осуждение было, видимо, характерно для церковных властей этой эпохи и связано со стремлением утвердить общежительное монашество, живующее по уставу и не практикующие, нерегламентированные формы акскезы. При этих условиях, естественно, почитание еродивых как святых официальных санкций не получало. Если в Византии почитание еродивых носит ограниченный характер, то в России оно приобретает весьма широкое распространение. Вот это надо помнить. Вот мы получили это еродство. Первым русским еродием следует читать Исаакия Печерского, умер в 1090 году, о котором рассказывается в Киево-Печерском Патерике. Далее сведения о еродивах отсутствуют вплоть до 14-х веков. На 15-м, первую половину 17-х веков приходится расцвет подвижничества, связанного с еродством Московской Руси. Русские еродивы ориентировались прежде всего на образец Андрея, еродива-цареградского, житие которого получило исключительно широкое распространение в России и вызвало многочисленные подражания. Житие было написано в Византии, видимо, в 10-м веке и вскоре переведено на славянский. Время жизни Андрея отнесено к 5-му веку. Многочисленные анахронизмы и иного рода несообразности побуждает думать, что Андрей Еродивый является вымышленной фигурой. Наконец-то! Подражали-подражали, оказалось, что его и не было никогда. Муляж! В число почитаемых русских еродивых относятся Авраамий Смоленский, Прокопий Устюжский, Василий Блаженный Московский, Максим Московский, Николай Пусковский, Салос, Михаил Клопский и другие. В их аскетическом подвиге отчетливо опознаются те черты, которые характерны и для византийской традиции еродства. Внешнее безумие, дар проницания, соблазны как принцип поведения, перевернутое благочестие, обличение грешников и так далее. В Московской Руси еродивые получают большую социальную значимость. Они выступают как обличители неправедной власти и глашатые Божьей волей. Сегодня он в дурдоме так умрет, сразу арестуют, а Меназина ему будут наталкивать. Еродство воспринимается здесь как полноправный путь святости, и многие еродивые почитаются еще при жизни. Притча 3.13. Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум. Вот так. Притча 17.16. Почему сокровище в руках глупца? Для приобретения мудрости у него нет разума. Сирахов 38.29. Мудрый приобретет доверие у своего народа, и имя его будет жить вовек. То есть мудрость прославляется, не дурость. 1 Коринфянам 1.21. Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога при мудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством в проповеди спасти верующих. Юродством, то есть мир считал юродством глупость, что плотник умер за людей. Колоссянам 3.16. Слово Христово довселяется в вас обильно. Там ни одного слова нет. Со всякой премудростью научайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословием и духовными песнями, благодати воспевая в сердцах вашу Господу. Захария 12.14. 4. 4. В тот день, говорит Господь, я поражу всякого коня бешенством и всадника его безумием, и на дом Иудин отверзу очи мои. Всякого же коня у народа поражу слепотою. То есть безумие, прикидываясь, это является гнев Божий. Кого Бог, говорит, поразит и все. Здесь у нас в Новосибирске пришла одна, там Мария к епископу, благословите, владыка, меня на юродство. Он говорит, зачем тебе? Ты от рождения дура. Какое тебе еще юродство-то нужно? Так, как назвать этот ролик? Юродство. Юродство. Житие. Юродство. Такой файл у нас будет. И опять мы проходим дальше. Отсюда берем. Вот. Контур S. Снимаем. Открываем. Вставляем. Увеличиваем буквы в размере и насчитываем. Вопрос 3267. 18-й том открытым оком. Если смотреть по житиям святых с первого века, то какие шансы были на то, чтобы мусульманство не зародилось, не распространилось, не угрожало теперь всему миру и всему христианству? Ответ. Мне удалось начитать на пленке все 12 томов жития святых по Дмитрию Ростовскому и по настольным книгам 1173 жития. Считая за одно житие, хотя бы в этом житии было и несколько тысяч мучеников. Поэтому ту статистику, какую выдаю, не каждому и не сходу удастся иметь под рукой. Насчитывал только те жития, которые по объему занимают место не менее полстраницы. То есть в число, которое уходит 1173, а в аудио насчитаны все, да самые маленькие. Здесь рассмотрим только 1131 житие. Но нам вполне уже можно будет понять, что мы никогда не были способны предупредить зарождение мусульманства. Не имеем никаких шансов не дать возможности распространяться им. И мы можем только по-христиански умереть от сих мечей. Магобед родился в 570 году. За этих пять веков христианство ушло далеко от первоапостольского огня и ревности к проповеди, к распространению вести о спасении в крови Христовой. Это мой ответ, это мои ответы, которые я давал с кафедры. Все силы уходили в монастыри, послушание, созерцание, бесредевство и тонкие монашеские сны, видения, чудотворения на борьбу за бесноватых. Строили кельи, резали умерших своих на мощи. И главное, исповедь и причащение. Исповедь и причащение. И чем чаще, тем лучше. Не к миру пошли с проповедью Евангелия, а повернули людей к себе за поиском здоровья и утешения. К себе и только к себе. Река повернула вспять. Арабы, среди которых зародится мусульманство, были данниками Византии. И за шесть столетий туда не был послан ни один проповедник. Ни один. Шесть столетий проспали. Христос умер примерно в 33-м году. Мухаммад умер в 632-м году. Ровно шесть веков луч любви не проникал в пустыни, где готовилось нечто новое, страшное и беспощадное для христиан. Считаю, что возникновение мусульманства было промыслительным, чтобы смести все византийское гнилье и все начать с начала. Перечислим самых популярных святых по векам, после смерти Мухаммада Магомета. 12 ноября. Иоанн Милостивый. Патриарх Александрийский. Житие. 23 страницы. 620 год. Ни слова о беде. 21 января. Максим. Вы заметьте, ни слова, ни что мусульманство будет. 21 января. Максим Исповедник. 662 год. Указан даты смерти. И все по старому стилю. 36 страниц. Ни слова. Это житие. Объем 36 страниц. Это большое житие. Ни слова о мусульманстве. То есть они вообще как ослепшие и оглохшие были. Вот такое исследование провести. Это надо было полностью все житья, знать Библию и историю. Герой-подвижник сражается за иконы. Он совершенно не чувствует беды из песков. 4 декабря. Иоанн Дамаскин. 720 год. 20 страниц. Узнаем, что Антихрист уже закрепился. Иоанн только говорит, но сидит на своем месте и рвется подальше от окаянных агарян в монастырь. Поведение самых знаменитых святых – это зеркало положения в церкви. Запомни. Повтори громко, ясно, щетко. Поведение самых знаменитых святых – это зеркало положения в церкви. Вот так. Не звука о проповеди, о том, чтобы донести благую весть до окаянных многоженцев. Думаю только о чудесах, как Бог будет спасать от сарацин. И главное – иконы защитить. Победить льва и саврянина, капронима и прошлых еретиков клясть. Изобретает новые молитвы, истязает себя и дужит в монастырях послушанием своей воли. В воле невозрожденных старцев. 28 ноября. Стефановый. 767 год. 41 страница. Объем жития. Борьба за иконы. Я показываю, в каком году он умер, и какой объем, и ни слова нету. Уже пришли, уже мечи гремят. Петр Афонский. 12 июня. 734 год. 16 страниц. Плинион. Вырвался и забился в горы, поражая ум нашедших его своим отчельничеством. 11 ноября. Феодор Студит. 826 год. Очень популярный. 32 страницы. Как будто и не слышал про Магометан. И, наконец-то, первый диспут с Магометанами. 11 мая. Кирилл. 869 год. И Мефодий. 885. 52 страницы. Жития. Вот на что обращали свои силы православные в веках, когда уже мир склонялся под знаменом Мухаммада. Андрей Еродивый. 2 октября. 836 год. 52 страницы. 26 марта. Василий Новый. 944 год. 51 страница. О мытарство. То есть, смотрите, какие огромные жития. Целые брошюры про одно житие. И ни одного проповедника. Теперь я показываю статистику. Первый век. 74 жития. Второй. 61. Третий. 151. Четвертый. 277. Пятый. 88. То есть, то, которые насчитаны, известны. 6-й 65. 7-й 34. 8-й век 44. 9-й 67. 10-й 32. 11-й 22. 12-й 33. 13-й 20. 14-й 39. 15-й 35. 16-й 40. 17-й 30. 18-й 15. 19-й век 4 жития. Итого 1131 житие. И ни в одном из 1131 житей нет даже полслова, что нужно идти на благовестие. И не одним братьям Кириллу и Мефодию, а тысячам монахов, не связанных ничем, кроме человеческих выдумок, греховных монашеских обетов. Ну, дальше я привожу места Писания, которые должны были бы просветить разум и подвигнуть их на исполнение заповеди Божьей. Идите по всему миру и проповедайте Евангелие. 2-й Коринфянам 10-16. Так, чтобы и далее вас проповедовать Евангелие, а не хвалиться готовым в чужом уделе. Деяние 8-12. Но когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божьем, и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины. 1-й Коринфянам 1-17. Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. Не монашить, а крестить, и не крестить, а благовествовать. Постригать все, ножницы, делали ножницы сколько, а Евангелие не напечатали. Псалом 55-11. В Боге восхвалю я Слово Его, в Господе восхвалю Слово Его. Теперь мы должны обозначить житие мусульманства. Слово, идем дальше. Вот маленький вопрос, маленький ответ. Не такой маленький. Это еще за такой. Думал маленький. Копируем. И переносим в ворс, чтобы можно было насчитать, отобразить на экране. Да. Тут, видимо, придется посчитать тебе с выражением. Вопрос 3845, 26-й том, открытым оком. Когда читаешь в житиях про пытки христиан, то разве можно простому человеку это выдержать? Заранее готовиться нужно к этим испытаниям, или когда придет время, то Бог подаст нужные силы? Вопрос. Мне недавно задает одна мать. Мать, как детей приучить, чтобы они готовы были к смерти? Попробуй ответить на это. Дальше. Ответ. Слово Божие показывает, что если кто жил расслабленно, в мирное время был никаким, то во время испытания, как правило, такие героями веры не будут. Но ради чечевичной похлебки в тот же день будут согбены перед врагами. Благо, если из них не выпрут самые ядовитые гонители христиан. Ну тут у нас как-то разговор шил, один говорит, ну что я, ну сейчас, что я буду вылазить? Антихрист придет, мы ему покажем, мы тогда ему врежем. Как Андрей Кураев говорит, я подойду, поздороваюсь и скажу, рад познакомиться. Но юродствует, явно. Зачем это говорить? А это 26-й том у меня, где я отвечал на вопросы по поэтам, 300 поэтов России за 300 лет. По 6 стихотворений разных поэтов на один вопрос. Ну и так, считаем. Серый дом моего вызывали отца, и гудели слова тяжелее свинца, и добился от злости упрямый майор. Было каждое слово, не слово, топор. Враг народа твой сын, отрекись от него, мы расшлепаем скоро сынка твоего. Но поднялся со стула мой старый отец, и в глазах его честных был тоже свинец. Я не верю, сказал он, листок от страня. Если сын виноват, расстреляйте меня. Жигулин. 1 Коринфянам 10.13 Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который недопопустит вам быть искушаемым из сверх сил. Но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Каждому стихотворению, каждому поэту, это я брал эпиграфы священного писания. И таких вопросов, сколько было, 26 том составленный. Ответ на одних поэтах, на одних стихотворениях. Благодаря Евгении Птушенко я сделал это. В скорби моей никого не виню. В скорби стремлюсь к незакатному дню. К свету нетленному пламя нарвусь. Мрака земли не боюсь, не боюсь. Счастье ли миг предо мной промелькнет. Злого безволия почувствую и льгнет. Так же говшой горю, как свеча. Так же молитва моя горяча. Молча пройду я сквозь холод и тьму. Радость и боль равнодушно приму. Смерти иное прозрев бытие. Смерти скажу я. Где жало твое? Так, бытие, наверное, это бытие твое. Она тут мое сказала. Мира Лохвицкая. Откровение 3.10. И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Что поэты об этом говорили, разные поэты. И что говорит Писание? Дальше. Час безмолвного заката об ушедших воспоминиты. Не погибло без возврата, что ли с любовью пережито. Пусть синеющим туманом ночь на землю наступает. Не страшна ночная тьма нам. Сердце день грядущий знает. «Новой славою Господней озарится свод небесный, и дойдет до преисподней светлый благовест воскресный». 1892 год. Владимир Соловьев. 2 Маковейская, 7.9. «Бывший при последнем издыхании сказал, «Ты, мучитель, лишаешь нас настоящей жизни, но царь мира воскресит нас, умерших, за его законы для жизни вечной». То есть места Писания, говорящие о страдании. Дальше. «Восстань, о Боже, не для них, рабов греха, жрецовку мира, но для отпадших и больных, томимых жаждой чад твоих. Восстань, восстань, спаситель мира, искать тебя пошли они путем страдания и жажды. Как ты, ломасово хвани, они взывали не однажды. И так же видели они твой дом, наполненный купцами, и гордо встали и одни вооружились обичами. Аполлон Григорьев, Лука 18, 8. «Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Матфея 10, 18. «И поведут вас к правителям и царям за меня, для свидетельства пред ними и язычниками». Вот что об этом, а в приходе Антихриста, о гонениях говорят поэты и Библия. «Можно делать дело с подлецом, Никогда подлец не обморочит, Если только знать, чего он хочет, И всегда стоять к нему лицом. Можно делать дело с дураком, Он встречается в различных видах, Но поставь его средь башковитых, Дурачок не прыгнет кувырком». 1961 год, Илья Сильвинский. «Если даже мальчикам безусым Это правило соблюдено, Ни о чем не беспокойся, Но никогда не связывайся с трусом. Трус бывает тонок и умен, Совестлив и щепетильно честен, Но едва блеснет опасность, И он и подлец, и дурачина вместе». «Это все Сильвинский говорит, У меня там вперед было напечатано. Дальше». «Серахов 3.12». «Горе сердцам боязливым И рукам ослабленным, И грешнику, ходящему по двум стезям». Откровение 21.8. «Боязливых же участь в озере, Горящим огнем и серою». Дальше. «Мечта моя из Ифлиемской дали Мне донеси дыхание тех минут, Когда еще и пастухи не знали, Какую весть им ангелы несут. Все было там убого, скуда, просто. Ночь, душный хлеб, Тяжелый храб быка, Вглой сел замученный коростый, Чесало ясли в палые бока. А в яслих нет мечта моя довольна, Не искушай-ка чувственный язык. Подумаю, и стыдно мне, и больно. О чем? О чем он говорить привык? Не мне сказать». Январь 1920 год. Владислав Ходосевич. Галатам 4.19. «Дети мои, для которых я снова в муках в рождении, Доколе не изобразится в вас Христос?» Вопрос 3846. «Смена поколений всегда проходила с пониженным тонусом. Кому отдавать власть? Такие идут легкомысленные за нами. Но проходит время, И эти новые точно так же думают о приходящих им на смену. Так лучше ли делаются руководители, Или все хуже и мельче? Говорю в первую очередь о церковных наставниках и вождях». «От какие вопросы задавали мне? У меня были из краевой администрации, Из КГБ, прокуратуры. То есть очень разношерстная аудитория». «Ответ. Вы же сами сказали, Что оценку давали молодым. А когда эти уходят, Они уже дошли до зрелости И до той кондиции, Когда критически смотрят на молодежь. Все зависит от сдачи сердца Господу И от нашего хождения пред лицом Божиим». «Лес рубят молодой, Нежно-зеленый лес, А сосны старые понурились угрюмо, И полны тягостной неразрушимой думы, Неразрешимой думой, Безмолвные глядят в немую даль небес. Лес рубят, Потому ль, что рано он шумел, Что на заре будил уснувшую природу, Что молодой листвой он слишком смело пел Про солнце, счастье и свободу. Лес рубят, Но земля укроет семена, Пройдут года, И мощной жизнью силой Поднимется берез зеленая стена, И снова зашумит над братской могилой». 1901 год. Галина Адольфьевна Галина. 1870-1942 год. Иов 32.9. «Не многолетние только мудрые, И не старики разумеют правду. Если не таковы претендующие на руководство, То Бог переплавляет их И готовит из этого отброшенного материала Свои камни, Залечивая трещины, Достоевский не был бы таким, Как и Солженицын, Если бы они не прошли узы и скорби, И не переменили там свое направление». «Луна прекрасная светила, В тиши лазоревых полей, Ерши золото злотила Главы подкрестные церквей, А бедный узник за решеткой Мечтал о Божьих чудесах. Он их читал, Как почерк четкий, И на земле, И в небесах. И в книге «Тайны прошлой жизни» Он с умилением их читал, И с мыслью о святой чизне Сидел, терпел и уповал». Это все речи о гонениях при Антихристе И как готовиться. Кто написал? 1826 год, Глинка. Псалом 118, 71 стих. «Благо мне, что я пострадал, Дабы научиться уставам твоим». Дальше. «Не важно, что Гомер был слеп, А может, так и проще. Когда стихи уже как хлеб, А не вкусней на ощупь. Когда в стройке в руке, Как вещь, а не туманный символ. Гомер был слеп, И был он весь в словах произносимых. В них все деянию равно, В них нет игры и фальши, В них то, что нам давным-давно, И то, что будет дальше. Слепцу орали, «Замолчи!» Но не тупясь, не старясь, Стихи ломались, как мечи, И все-таки остались. Они пришли издалека, Шагнув из утра в утро, Позелененные слегка, Как бронзовая утварь. Они страннейшие из мер, Что в мир несем собою. Гомер был слеп, И он имел любить слепой любовью. И мир, который он любил, Чутьем неистребимым, Не черным был, Не белым был, А просто был любимым. А в уши грохот, Войн гремел, И ветер смерти веял, Но слепо утверждал Гомер, Что тот мир, в который верил. И мы, Задорные певцы любви, Добра и веры, Порой такие же слепцы, Хотя и не гомеры. А жизнь сурова, И трезва, И не переиначить. Куда вы ломитесь, Слова из глубины незрящей, Из бездны белого листа, Из чистой серебристой, Еродивая, Босота, Слепые бандуристы. Слепые бандуристы. 1970-й, Казакова. Исайя 62-1. Не умолкну ради Сиона, И ради Иерусалима не успокойсь, Доколе не взойдет, Как свет, правда его, И спасение его, Как горящий светильник. Иев 11-3. Пустословие твое заставит ли Молчать мужей, Чтобы ты глумился, И некому было постыдить тебя? Матфея 20-31. Народ же заставлял их молчать, Но они еще громче стали кричать «Помилуй нас, Господи, Сын Давида!» То есть по шесть стихотворений Разных поэтов на один вопрос. Нет, не рожден я биться лбом, Не терпили вас ждать в передней, Не есть за княжеским столом, Не с умилением слушать бредни. Это еще 1866-й, по-моему, Григория. Нет, не рожден я быть рабом, Не даже в церкви за обедней, Бывает скверно, каясь в том, Прослушать августейший дом. Это кто писал? Аполлон Григорьев, 1846-й. Интересная поэта. И эпиграф. Иеремия 20-я глава, 9-й стих. И подумал я, не буду я напоминать огнем, И не буду более говорить во имя его, Но было в сердце моем, как бы горящий огонь, Заключенный в костях моих, И я истомился, удерживая его, И не мог. О, если б совесть уберечь, Как небо утреннее, Ясной, чтоб непорочностью бесстрастной Дышали дело, мысль и речь, Но силы мрачные не дремлют, И тучи, дети гроз и бурь, Небес приветную лазурь, Тьмой непроглядную объемлют, Как пламень солнечных лучей На небе тучи заслоняет, В нас образ Божий затемняет, Зло дел, ложь мыслей и речей, Но смокнут грозы, стихнут бури, И все прощения привет, Опять заблещет солнце свет Среди безоблачной лазурь, Мы свято совесть соблюдем, Как небо утреннее чистое, И радостно тропой тернистой К последней пристани придем. 1907 год. Это князь Романов. Стрельна. Он умер до революции, Писал хорошие стихи, Ну и всегда подписал К.Р. Второзаконие 4.9. Только берегись и тщательно храни Твою душу, Чтобы тебе не забыть тех дел, Которые видели глаза твои, И чтобы они не выходили из сердца твоего, И во все дни жизни твоей, И поведая о них сынам твоим, И сынам сынов твоих. Стихотворение. Он, умирая, сомневался, Зловейшие думы и томим, Но Бог не даром в нем сказался, Бог верен избранным своим. Сто лет прошли в труде и горе, И вот, мужая с каждым днем, Родная речь уж на просторе Поминки празднует по нем. Уж неопутанная боль От прежних уз отрешена, На всей своей разумной воле Его приветствует она. И мы, признательные внуки, Его всем подвигом благим, В имя правды и науки Здесь память вечную гласим. Да, велико его значение, Он верный русскому уму, Завоевал нам просвещение, Не нас поработил ему, Как тот борец ветхозаветный, Который силой внеземной Боролся до звезды рассветной И устоял в борьбе ночной. 1865 год. Тючев, Федор. Колоссянам 3.23. И все, что делаете, делаете от души, Как для Господа, А не для человека. Евангелие Та, на 4.38. Я послал вас сжать То, на чем вы не трудились. Другие трудились, А вы вошли в труд их. Так, о чем здесь идет? Готовится к житии, Готовится к страданиям. Вы мне дадите полностью записать? Что сделать? Дадите мне полностью написать название? Или выключите, пока я буду писать? Нет, это житие. Написать житие. Так, житие и что дальше? Готовится к страданиям. Хорошо. Я не дописал. А, ладно, там разберемся где-то. Ну, дальше я не буду начинать новый, Потому что еще до часа не дошло время. Сегодня день воскресный, Некогда будет. Так, ой-ой-ой, одно еще. Подожди-ка. О-о-о. О-о-о. Последнее. Вот надо было так же. Закончили мы папку жития. Так, подожди-ка. Не спеши там выключать это. 20-й. Поехали. Вопрос 3885-й. 27-й том, открытый МОКом. Почему вы не верите, что все таки было в жизни святых, Как было написано в житиях про них? Сейчас пишут и сектанты жития в своих мучениках. Вот недавно книжка вышла про Бойка Николая. Ответ. Потому что писали не очевидцы, а только по крохотным свидетельствам о них. А остальное домысливали. Если же было уже что-то известно, то рихтовали эти записи, Подправляли и было немало приписок и подделок. Это особенно видно по сегодняшним житиям. Созданы комиссии по канонизации, по написанию житий, которые правят, Хотя бы было вовсе не так. Главное, чтобы не судили священство, чтобы угодно было власть имущим. На что уж искренне и правдолюбцы баптисты отделены, И то, когда пишут биографию о Бойка Николая Евграфовича после его смерти. Всего-то через пять лет, вернее, печатают, А могло быть написано еще раньше, чуть не день после его смерти. Немалая разница с тем, как он рассказывал. Видно, что контролеры потрудились, выправляя факты, И напускали побольше мистики. Для биографии Бойка ничего этого не нужно было, Потому что он прошел свое и прошел героически. Героически. Как вот считает у нас Сергей Пупков, Вот так считай, чтобы четкие и ясные окончания. Дальше. Книга про него, Бойка, Верю в бессмертие, Автобиографический почерк, Издательство, Христианин, МСЦ, ЕХБ 2007, 191 страница, 195 на 135 мм, 1922-2003, Это год его? 81 год. Если бы Бойка встретил впервые адвентистов, То он бы был точно такой же мученик-адвентист. И окажись он у иных сектантов, Он был бы точно такой же, И по внешности бритый, И столько же детей, И также был бы уверен, Что он находится в церкви истинной, Христовой, И имеет жизнь вечную. Он нигде ни разу не допустил Даже крохотного сомнения, А так ли он верит, Как верили с первого века? Почему он ни разу не поинтересовался, Как у сектанта Питера Гилкиста, 2000 еретиков в книге Возвращение домой, Что такое тело и кровь Христовы? Что такое истинное рукоположение? Почему он не дошел до того, Что он не в церкви? Какой дух так плотно запечатал ему Выход к истине в отношении церкви? Он секту до смертного часа Так и увеличал церковью. Почему? Он работал как истинно верующий, Он столько претерпел, Ну и коммунисты терпели, И фашисты. Конечно, муки его не были такими, Как у святых в 4 веке, Предиоклетриане или Предекии. Однако, и там ему ни разу не встретились православные, И он был категорически против православия, И совершенно был уверен, Что в баптизме есть истинная церковь Божия. Его страдания только укрепляли его в его заблуждении В отношении того, что он в церкви. А уж когда он освободился, Его уже никак нельзя было направить на то, Чтобы он спокойно почитал труды златоуста Или жития святых. Он все начинал с начала, Хотя это начало вовсе не было похоже на апостольское начало. Киприан Карфагенский говорит, Что даже кроме мученичества Не смывает греха отделение от церкви Христовой. Вне церкви нет спасения. Баптизм же не есть церковь, Но секта от Джона Смита, Образовавшего это течение в 1609 году. Иезекииль 3.17 Сын человеческий, я поставил тебя стражем Дому Израилеву, И ты будешь слушать слова из уст моих, Будешь вразумлять их от меня. Стихотворение Когда пустынник Иоанн, Окрепнув сердцем в жизни строгой, Пришел крестить на Иордан во имя истинного Бога, Народ толпой со всех сторон, Бежал и исча с пророком встречи, И был глубоко поражен Святой жизнью и предтечи. Он тяжкий пояс надевал, По волосеницу облекался, Под изголовья камень клал, Одной экридой питался, И медом. И фарисеи для того, Чтоб потушить восторг народный, Твердили всюду про него, С усмешкой дерзкой и холодной. Не верьте, Видно ли, во век, Чтоб кто-нибудь, как он, постился? Нет, это лживый человек, В нем бес лукавый поселился. Ну вот, Крестителю воследь явился К людям сам Мессия, Обетованный много лет Через пророчества святые. Сидя с небес спасти людей, К заветной цели шел он прямо, Во лжи корил учителей И выгнал торжников из храма. Он словом веру зажигал, В сердцах униженных и черствых, Слепорожденных исцелял И воскрешал из гроба мертвых. Незримый ясв, духовный врач, Он не был глух мольбам злодеев, Услышан им, Марии, плач И вопли раскаяния. И вопли раскаяния. Раскаяния Закхея. И что ж, На площади опять учители и парисеи Пришли Израиля всмущать И зашипели словно змеи. Бегите ложного Христа, Пусть он слова теряет праздно, Его крамольные уста Полны раздора и соблазна. И как, взгляните, он живет, Мирским весь преданный заботам, Он ест, он бражничает, Пьет и исцеляет по субботам, Он кинул камень в божество, Закон отвергнул Моисеев. И кто между нас, друзья его, А кроме блудницы и злодеев? Сэши 1849 год, Сергей Дуров. Вот так. Это мы папку «Жития» посмотрели. О чем речь идет? Давай запишем. «Жития» — все ли в них верно? Запиши. Там не надо выключать. Да. «Жития» — все ли в них верно? Тут была пробойка. Да, бойка. Все. Слава Христу. Подсоединяй. Я займусь. «Жития» — все ли в них верно? Спасибо.